ПЕСНЯ В самом конце 192 года, в результате дворцового заговора, в Риме был убит последний представитель династии Антонинов, сын Марка Аврелия, беспутный коммут. Убийство императора было устроено его любовницей, христианкой Марцией и префектом притория Квинтом Эмилием Летом. Узнав о гибели коммута, сенаторы на радостях постановили разбить статуи тирана и придать забвению саму память о нем. 1 января 193 года сенат провозгласил императором престарелого полководца Публия Гельвия Пертинакса. Однако Пертинаксу не удалось удержаться у власти. Суровый поборник дисциплины он не стал заигрывать с претерианцами. В целях оздоровления финансов он сократил зрелище и урезал раздачи, чем восстановил против себя столичный люмпен пролетариат. Претерианцы люто ненавидели императора. Уже в конце марта 193 года претерианцы подняли мятеж, ворвались во дворец и убили Пертинакса. Отрубленную голову императора воины пронесли через весь город. Укрывшись в своем лагере, претерианцы выставили императорскую власть на торги, объявив, что передадут ее тому, кто больше за нее заплатит. Об этом узнал известный богач Дидий Юлиан, прославившийся своим обжорством и страстью к игре в кости. Прямо из-за першественного стола Юлиан отправился в претерианский лагерь, чтобы принять участие в беспрецедентном аукционе. Его соперником был префект Рима Сульпециан. Юлиан пообещал выплатить каждому претерианцу по 25 тысяч сестерцев. В итоге он и стал императором. Украсив свою голову венком, Юлиан легкомысленно погрузился в омут удовольствий и попоек. Государственные дела его мало интересовали. Тем временем выяснилось, что заплатить обещанную сумму он не в состоянии. Претерианцы начали роптать и открыто жалели о своем выборе. Кроме того, городской плебс также требовал сместить Юлиана. Обстановка в Риме накалялась с каждым днем. Легионы в провинциях отказались признать власть Юлиана и выдвинули своих претендентов на верховную власть. Все они были легатами. В Сирии императором был провозглашен Писений Нигер, которого признали провинцией Востока. В Британии императором объявили Клодия Альбина, которого поддержала гальская аристократия. Наконец, в Паноне императором провозгласили Луция Септимия Севера, вокруг которого сплотились дунайские провинции. Началась гражданская война. КОНЕЦ КОНЕЦ Луция Септимия Север родился в Африке, в городе Лептис-Магне. До конца дней он говорил на латыни с заметным африканским акцентом. В молодости некий астролог предсказал Септимию, что он станет императором. Однажды, когда Септимий спал в своем доме, внезапно змея обвелась вокруг его головы. Когда же перепуганные домочадцы подняли крик, змея уползла, не причинив спящему вреда. Эти и другие знамения убедили Септимия Севера в его высоком предназначении. Он объявил себя мстителем за убийство Пертинакса, чем снискал себе поддержку легионов и местных жителей. Септимий Север во главе армии двинулся в Северную Италию. Он совершил форсированный марш на Рим. Император Юлиан попытался организовать оборону. Он приказал вооружить гладиаторов, подсылал к Северу наемных убийц и, наконец, предложил ему разделить власть. Все безуспешно. Септимий Север в скором времени во главе своих легионов вступил в Рим. 1 июня 193 года Сенат постановил предать смерти Юлиана, что и было исполнено в Палатинском дворце руками простого воина. После этого императорская власть была официально передана Сенатом Септимию Северу. Человек жестокий и честолюбивый, но вместе с тем энергичный, Север немедленно приступил к наведению порядка. Претарианские когорты, так или иначе повинные в гибели двух императоров, он распустил и изгнал из Рима, навербовав вместо них новые соединения из числа легионеров Дунайской армии. Это войсковое соединение насчитывало 15 тысяч человек. Пертинакс был обожественен. Наведя порядок в Риме, Септимий стал готовиться к войне с Пецценем Нигером. Предварительно Септимий заключил союз со своим соперником Клодием Альбином, которого он сделал своим соправителем, и присвоил ему титул Цезаря. После этого Септимий немедленно выступил из Рима на восток. В 194 году в двух сражениях на территории Малой Азии войска Пеццене Нигера были разбиты. Сам он бежал, но вскоре был захвачен и убит. Отрубленную голову Нигера пасали в Рим, его имущество конфисковали, его жену, детей, родственников и друзей репрессировали. После победы над Нигером Септимий решил свести счеты с Альбином. В феврале 197 года войска соперников встретились в Галлии у города Лукдун, современный Лион. Легионы Севера разбили на голову армию Альбина. Сам он был захвачен в плен и убит. Тело Альбина бросили в реку Родан, его отрубленную голову отправили в Рим. Родственников и друзей Альбина постигла не менее печальная участь. Они были казнены. Одержав победу над Альбином, Септимий Север триумфально вернулся в Рим. Он щедро расплатился со своими войсками, устроил богатые раздачи для плебса и организовал великолепные зрелища. На этом закончилась гражданская война в Риме. Альбином, Септимий Север триумфально вернулся в Риме. Септимий Север триумфально вернулся в Риме.